В юго-восточной части Казахстана начался сезон природных пожаров. Многочисленные очаги фиксируют в нижней части дельты реки Ильи, крупнейшие водные артерии Семеречья. Здесь горят камыши. Пожары наносят вред окружающей среде. Особенно страдают перелетные птицы, которые сейчас готовятся к гнездованию. Григорий Беденко продолжит тему. С борта патрульного самолета КАЗ «Авиалесоохрана» открываются очень эффектные виды. Южный берег озера Балхаш еще покрыт слоем льда, который активно тает. Но дальше на юг среднесуточные температуры уже почти летние. С точки зрения пожарной опасности апрель считается одним из самых горячих месяцев в году. Молодая растительность еще не поднялась, а прошлогодняя уже подсохла на солнце. Это превосходный горючий материал. Для воздушного патрулирования дельты реки Ильи специалисты КАЗ «Авиалесоохраны» используют легкий двухмоторный самолет «Портонавия П-68». Эта машина способна находиться в воздухе до пяти часов, что позволяет охватить мониторингом обширные территории. Подобные пожары происходят и по вине местного населения тоже. В Балхашском районе Алматинской области около полутора десятков крестьянских хозяйств. Все они в основном практикуют животноводство. И каждую весну, когда сходит снег, чабаны поджигают сухую траву. Огонь расчищает территории подпастбища, а пепел служит отличным удобрением. При этом никто не соблюдает никаких правил безопасности. Специалисты КАЗ «Авиалесоохраны» каждый год объясняют местным жителям, что сельхозотжиги необходимо проводить еще до начала пожароопасного сезона. Но эти рекомендации по большей части в расчет не принимаются. Сейчас вот в данный момент у нас класс пожарной опасности четвертый, пятый уже высокий класс пожарной опасности. Каждый день по два, по три вылета делаем на самолете и портенаве. Эти пожары очень тяжело тушить. На вертолете с ВСУ тоже туда такие силы нужны, такие часы, такие расходы нужны. Практически невозможно эти пожары тушить. Пожары в камышах причиняют огромный ущерб фауне при Балхасе. Здесь много озер, а это места обитания множества видов водоплавающих птиц. В апреле в Дельтуэли мигрируют лебеди и розовые пеликаны, занесенные в Красную книгу. Огонь уничтожает все на своем пути, а у птиц, сидящих на гнездах, вообще нет шанса спастись. Гибнет андатра. Сухой камыш – это почти стопроцентная целлюлоза. При горении в атмосферу выбрасываются тонны сажи, а дымовой столб от пожара можно наблюдать за десятки километров. Сейчас весенний период, в основном перелет птицы. Вот именно в таких местах птицы гнездятся, в основном утки, лебеди, пеликаны. Именно в таких местах у них гнезда, и там они вообще яйца откладывают, там гнездятся. И вот, конечно, после таких пожаров, там, конечно, большой ушиб. Главная задача КАЗ Авиалесоохраны – вовремя обнаружить пожар и передать точные координаты наземным службам. Тушением основных очагов занимаются сами работники крестьянских хозяйств, сотрудники лесхозов и подразделения МЧС. Но в большинстве случаев полностью ликвидировать возгорание в камышах невозможно. Некоторые участки находятся на островах или в заболоченной местности, куда не пройдет техника. Остается лишь ждать осадков, но в дельте Или они выпадают редко. По прогнозам специалистов, интенсивность этих пожаров снизится где-то через месяц, когда старый камыш выгорит и подрастет молодая растительность. Григорий Беденко, Эдуард Кон, Алматинская область, Хабар, 24.